Друзья, снова здравствуйте! Мы в Икеа Казань и сейчас покажем вам все интерьеры, которые есть, касаются детской тематики. К сожалению, в Нижнем Новгороде по причине отсутствия места у нас их поубирали, а здесь места позволяет и их довольно-таки немало. Единственное, что чуть-чуть темновато, но что есть. Так, мы находимся в комнате. Комната подразумевает уже такого подросшего подростка, немалое дитё. Вместо шкафа у нас система обхус. Куча полочек. Наверху дополнительные полки. Это ольгот с деревянными полками. То есть можно упинать кучу всякого детячего. Ну, это логично, что мальчик, потому что если бы была девочка, вешалка была бы не одна. Ну, вот такая я имею в виду для высоких вещей. Кровать слэкт, что мы вам уже показывали в другом обзоре. Здесь такой же матрас и также он заминается за край. Имейте это в виду. То есть если кровать используется в качестве посадочного места, это просто, друзья мои, неудобно. То есть вот на него садишься, и вот эта боковушка просто врезается сюда в ноги. Это неприятно. Двухметровая столешница Линмон. Стул. Сколберг спорн. На днях, когда клиент забирал заказ, они покупали мебель в детскую ребенку. Спрашивают жену, почему вы купили такой стул? Я говорю, нормальный стул, адекватный. Конечно, у вас вон какой стоит. У нас стоит в офисе Маркус. Но, друзья мои, я провожу в офисе по 12-18 часов. На этом стуле я бы, конечно, померла. А вот если просто сделать уроки, посидеть, порисовать, чем-то позаниматься, 2-3-4 часа в день этого стула вот так за глаза хватает. И, по крайней мере, дитё, когда этот стул ухайдакает, его не жалко поменять. Это гораздо бюджетнее. Так, дальше. Из офиса у нас же сделан и стеллаж. Всё это в одной ширине. Смотрится неплохо. Единственное, что не мешало бы закрыть отверстие. Мы теперь узнали лайфхак. Спасибо подписчикам, что варьеры заглушки кухонные сюда умещаются. Попробуйте, мы сами не пробовали. Галошин-цитронос, о чём мы вам говорили в одном из обзоров. Используется не под обувь. Сюда можно сложить кучу, возможно, журналов, каких-то тетрадок. То есть очень наконечный смотрится и дополнительное пятнышко в комнате. Шкафчик и вар. Железный. Ну, я его не очень, если честно, но люблю. Больно он шумный и громкий. Вот такой вот интерьер подростковой комнаты. 11 квадратов. То же самое, только в девочковом варианте. Кровать. Ну, здесь, возможно... Да нет, именно кровать. А это используется в качестве диванчика. Рамство-кушетка. Потом девочка подрастает, к кушетке, кроватка убирается, мольбертики убираются и превращается в большую девичью комнату. Мне нравится. То есть есть место, где почитать, где место поиграться. Даже фартук взрослый. Я, наверное, уже подустала, потому что у меня мысли по поводу интерьера уже просто это... Словарный запас закончен. Словарный запас потихоньку начинает истончаться. Но мне вот такое сочетание тоже нравится. Кстати, смотрите, с труфастым. Вроде бы пластиковые, безликие контейнеры, да? А какое решение? Ткань. В том стиле, в котором у вас сделана комната. То есть из того же текстиля. Девчонки, вот полоска ткани двухсторонняя. Пришита все. У вас контейнер играет уже по-другому. Вот согласись, Дим? Ты как мужчина, тебе, наверное, на это все равно, да, скажем так. Но, тем не менее, вот это смотрится гораздо интереснее, чем вот это. Более уют и жизнь, и какая-то жизнь появляется в предметах. Ну, если вы это способны делать, пожалуйста, развлекайтесь. Папу только не трогайте. Папу только не трогайте. А вот, смотри, панно сделано из фикса, ой, из фикса, из фейки. И сюда дополнительные еще цветы. Люпины, это все вставлено в рамку. Но, опять, к этому нужен талант. Это нужно видеть. Я, например, далека от таких вещей. Вот если рассказать, это я могу. А вот самой придумать. Ну, вырабатываем, вырабатываем, вырабатываем. Так, здесь у нас обхоз. Новое кресло. Все равно не могу понять концепцию. Все-таки для двух детей это рассчитано или нет? Я думаю, для двух. Такое ощущение. Помладше и по старше. Да, такое ощущение, что здесь живет ребенок и девушка-подросток, да? Вот такое чувство, что даже вот разграничение, да? 10-15 лет, или как я не знаю, 7-15. 7-15, может, потому что есть уже письменный стол. Ну, вот такое вот разграничение. Интерьер интересный. Возьмите на вооружение, кто пытается делать дочкам комнату. Следующая комната для двух деток. Судя по размеру и тому, что представлены детки небольшие. 13 квадратов без 0,2. Кровать-медал. Мы вам про нее тоже уже рассказывали. Обязательно покрывать. Потому что со временем кровать темнеет, становится не особо лицеприятной. Детский уголок, стол, судвиг. Но здесь, наверное, все-таки один ребенок постарше, другой помладше подразумевается. Маленький, со всякими игрушками, погремушками. И дитя уже примерно школьного возраста. Потому что это и стул, и это и стол, место для книг. Это мальчик. А? Это мальчик, скорее всего. Тут уже. Может и мальчики, может и девочки. Мальчик с девочкой. Может быть и так. Стул и шкафчик для вещей. Это для небольшого ребенка. Для ребенка побольше. Шкаф уже другой. И сейчас я покажу вам одну интересную вещь. Смотрите. Между шкафчиками стула повесили полотенную штангу батарен за 100 рублей. Кусок ткани. Меньше метра. И у вас получилась такая интересная игровая зона. Сюда вполне можно постелить какой-то мягкий матрасик, чтобы забирался ребенок и сидел, если ребенок небольшой. Если ребенок уже большой, то просто у вас место для хранения всего-всего. Мне нравится. То есть можно здесь сделать двойные занавески, устраивать даже театр такой, да? Ну, уютность это в очередной раз, повторюсь, дает. Пойдемте смотреть другой. А, кстати, смотри. Это у нас бумага. Нет, это картон, это не бумага. Но не киевская бумага. Точно сделаны такие джунгли. Вот они. Листочки монстера. Зеленый лист на потолке. Отсюда и комната уютной кажется, да? Пойдем. Данную комнату уже сложно назвать интерьером, потому что здесь несколько сочетаний разных стилей. Но если это громадное помещение и детей живет не один... Ну, тут совсем взрослый подросток и девочка маленькая. А здесь? Трое детей, получается, да? Получается, да, трое. Причем у того, который постарше. Изолировать, можно? Можно изолировать полностью. Спрятаться. Так почему? И у еще одного ребенка. Ребят, ну это на самом деле выход, да? Когда большая комната, разделить ее никак. Вот такие импровизированные стенки дают ощущение, что вы в своем отдельном помещении находитесь. Так, давайте по порядку. Ну, здесь на самом деле все подряд. Начиная от стролы, что Ранны, Луизы. Кровать и чердак, стулы со всеми прибамбасами для хранения. Дальше большой, огромадный модуль стула, в котором, наверное, прячутся вещи всех детей. Хотя, если, например, здесь будет жить три ребенка, нереально. Мало места для верхних. Ну, есть только где-то еще дополнительно. Ну, погрузка. Есть тоже свое стуло? Нету. Зелененький. Зелененький. А они выдвижные ящики. То есть какие-то рубашки. Туда просто не разложишь. Здесь уже угол для ребенка поменьше сделан. Ну, я знаю, какое-то такое интересное сочетание. Но подразумевает, что одна большая детская для троих. Как вам такое решение? Ну, честно, я не представляю. Кому-то нужно слушать музыку, кому-то спать, кому-то заниматься. И все это в рамках одной комнаты, занавесочки не скроет. Ну, дизайнеры, дизайнерам виднее они так видят. А наша задача, если мы это смотрим, просто принимать эти интерьеры, примерять их на себя. Такая вот интересная комната. Даже не знаю, как ее охарактеризовать, на какой возраст она подходит. Вот что мне понравилось. Нет? Иди сюда. Минимум студент. Это кричащий подросток. Индивидуальный уголочек. Да. Интересно. Который немножко в поэзию дают. Куда-то, да, такое-то. В высокую что-то немножко. Но, тем не менее, вполне интересно. Здесь у нас стул. Кстати, вот занавесками закрыли, когда уже шкаф беста надоел. Тоже имеет место быть. Ир, привет твоему шкафу без дверок. А ткань мина. Смотрите, из ткани сделаны вот такие кармашки на стену. Это гораздо плотнее, чем, например, с кубы покупать. Ну, поизящней смотрится. Но это нужно сделать ручками. Либо найти портнику, который все это сделает. Судя по разложенной кровати на метр шестьдесят, дитё не шибко большое. А вообще стилистика Алисы. Ключ. Кролик. В чём-то вот поиграли, в общем, дизайнеры. Двенадцать и два. Квадратура данного помещения. Ну, тут уже... Окей. А, да, это комната двух детей. Две кровати, два стола. Слушайте, наверное, всё-таки в Казани вот это востребовано. Потому что просто куча вот... Вот таких элементов. Это на самом деле интересно. Это на самом деле дешевле. Чем ставить полноценный шкаф, да? Да. А смысл тот же самый. Ну да, тем более дети быстро вырастают, и это становится неактуально. Оставить понравившись вам товар домой... Это... Нет, это не выкручивающиеся. Услуга груза пассажирского такси поможет добраться до дома и вам, и ваших покуткам. Стуга. В трудности по условиям оказания данной услуги уточняйте у сотрудников... Ну, это прям вот девичья-девичья комната. У меня, девчонки? Модницы. Да, модницы-сковородницы. Следующее помещение. 11,5 квадратов. Хотите смертельный номер? Уважаемый Страдмон, детская. Мой вес, 72 килограмма. Для вашего удобства здесь работает касса самообслуживания. Благодарю вам покупок. Ну, должен тут по-любому, так, знаешь, гармонично взрослое кресло и детское. Оно прям вот изумительно будет смотреться. Так вот, папа и сын. Когда сидят, вот... Вообще-то... У Димы картинка мечта. Картинка мечта. Сына нет, кресла нет. Нашу... Дочу, дочу. Ну, такую же, как ты, ну, по-любому еще. Я к чему? Кресло выдерживает нормально взрослый вес. Оно не хлипкое. Поэтому, кто сомневается, в этом плане кресло тестинг выдержала. Здесь у нас серия сундвик. Полностью вся сундвик. Это и детский шкаф. Но за эти 15 тысяч, что просят за сундвик, можно собрать пакс. Комод, пеленальный стол. Дитё подросло. Пеленальную доску. Не смогу сейчас здесь зафиксировано. Сейчас это полноценный комод. И когда дитё малое, откидывается, и у вас получается пеленальный стульчик. Труфаст. Тоже неплохой интерьер. Еще одна идея в вашу копилочку. Друзья, ну что? Еще один обзор родился. Готов. Его осталось обработать и выпустить вам на критику. Нам очень понравилась Икея Казань. Мы были здесь, когда последний раз. Это мы были с детьми. Шум, гам, тарарам, выходной. Это нереально. Сейчас хоть и много людей, но тем не менее мы смогли снять то, что мы хотели. Надеюсь, вам понравилось. Мы были вам полезны. Вы почерпнули какие-то идеи из того, что придумали казанские дизайнеры. Не забываем смотреть видео по плейлисту, если что-то ищете. Подписываемся на нас во всех соцсетях. Описание пока все доступное. Это есть. Делитесь данным видео с друзьями. Давайте объединяться в сообщество. Про Икею. Всем, кому это нравится. Всем, кому интересно. Вас всех люблю. Спасибо за интерес к каналу. И очень надеюсь, что мы вам полезны. Ставим лайки. Подписываемся. И обязательно комментируем. Комментарии – это диалог нас с вами. Очень помогает. Какие-то вещи, друзья мои, мы порой даже не замечаем. Мы по умолчанию знаем это. И вам это не транслируем. И когда вы нам это пишете, мы уже знаем, что вот такой момент нужно осветить в следующем видео. И данную ошибку мы уже убираем. Мы не говорим, что мы какие-то вау-профессионалы. Мы люди, которые любят Икею и очень давно с ней работают. Соответственно, делимся с вами своими навыками, знаниями. То, чем вообще можем быть полезны. Но опять повторюсь, чем можем поделиться. Все. У меня все. Всех люблю. Пока-пока.